Башкирская территориальная подсистема входит в состав российской системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций. В структуре трудятся более 30 тысяч человек. В прошлом году система реагировала на 14 212 происшествий, в их числе 5 чрезвычайных ситуаций. Так, актуальным каждый весенний сезон становится половодье. В ходе весеннего паводка в республике Башкортостан было подтоплено 45 домов, 97 придомовых территорий и садовых участков, 8 участков автодорог. Не менее важный вопрос, находящийся под особым контролем, предупреждение ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов. На данный момент Роспотребнадзором не сформирован республиканский перечень объектов, эксплуатация которых допускается при наличии плана ликвидации аварийных разливов нефти. Как следствие, комплекс мер на предприятиях не выполняется. Подтверждением тому стала чрезвычайная ситуация с разливом нефтепродуктов, которая произошла 11 июля прошлого года в Калтасинском районе на территории Краснохолмской тепловой сети. В этот ЧАЭС у них произошел разлив 150 тонн мазута. Как показала проверка плана ЛАРН у организации отсутствует, договор с аварийно-спасательным формированием ликвидации нефтеразливов не заключена. В целом для города Салават тема нефтеразливов весьма актуальна, так как здесь расположено 20 объектов, осуществляющих операции с нефтью и нефтепродуктами. Защитные сооружения гражданской обороны – это сооружения, предназначенные для защиты населения от поражающих факторов, иными словами, убежища или бункера. На территории нашего города расположено 40 таких сооружений. Осенью 2022 года Госкомитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям провел аудит данных объектов, в ходе которых в Салавате были выявлены несоответствия. Готовые защитные сооружения в ходе оценки готовности выявлено, что не все готовы. Из 26 заявленных защитных сооружений фактическая готовность состояла только от 21 защитного сооружения. Ограничено готовых заявлено 6 по журналу учета, по факту аудита 6. И не готовых по журналу учета 11, по факту выявлено 13. В этом году предстоит большая работа по приведению в готовность защитных сооружений. Каждый район знает все недочеты по защитным сооружениям. Надо будет максимально усилить работу в этом направлении. В прошлом году на территории Салавата произошло 362 пожара, в которых погибли 4 человека, в их числе ребенок. 107 пожаров произошли в многоквартирных домах, на садовых участках – 46, в надворных постройках – 44. Причинами пожара в 2022 и для сравнения в 2021 году стали следующие факторы. В поджоге 68 пожаров против 47 за аналогичный период прошлого года. Причина связанности эксплуатации электрооборудования – 41 пожар против 30 за аналогичный период. Неосторожное обращение с огнем при курении – 209 против 270 случаев. Нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ – 3 случая против 1. Самозгорание веществ в материалах – 4 против 1. Неправильное устройство, неисправность печей – 26 случаев против 12 за аналогичный период. Нарушение правил при эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и устройств – 5 пожаров против 2. Шалость с огнем детей – 1 пожар против 4. Грозовые разряды – 1. Нельзя не отметить, что с каждым пожаром огнеборцы совершенствуют навыки и повышают уровень мастерства. Тому доказательства временные показатели. По итогам проведенного анализа за минувший год можно увидеть средние показатели основных временных критериев оперативного реагирования. Среднестатистические показания оперативного реагирования подразделения нарушения пожаров имеют следующее значение. Среднее время прибытия пожарных расчетов к месту пожара – 3 минуты. Значит, аналогичный прошлый год был 5 минут 30 секунд. Среднее время локализации пожара – 3 минуты 50 секунд. Значит, среднее время ликвидации открытого угорения – 11 минуты 2 секунды. В прошлом году наш город стал победителем по итогам конкурса «Лучший орган местного самоуправления Республики Башкортостан» в области безопасности жизнедеятельности. Руководители ведомств планируют и дальше совершенствовать работу в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и поддерживать звание лучшего.